Хорошо, значит, сегодня мы будем заниматься вещами, которые абсолютно точно все присутствующие слышали не первый раз, и многие думают, что знают, например, на самом деле. Вот, это геометрия квадратных, то есть поверхностей, которые заданы на финном и проективном, по разному бывает, пространстве, квадратным уравнением. Ну, это действительно очень популярный симулятор, да, он старый, ну, как-то очень приятно, геометрия, например, и если кто-то, я не знаю, если кто-то из первокурсника учился уже на первом курсе практически любого вуза, где изучают математику, то он уже про это слышал, ну, а про эллипс, параболуги, первый раз, все знают, это понятно. Вот, так что нужно будем заниматься этим, тем не менее, если ты начинаешь в этом взбираться систематически, выясняется, что ситуация красивая и не очень проста. Вот, давайте вспомним, о чем идет речь. Принимите за руки, пожалуйста, сесть присутствующую, кому известно слово Штейнг прототичная форма. Я, прошу прощения, что такие вещи спрашиваю, но меня просто жаловалось, что в курсе алгебры, который был здесь, линейная алгебра была представлена не сильно, поэтому, по крайней мере, необычная ее часть. Вопрос в том, кто-то отлично форму все понимают, очень короткое напоминание, я в этом случае, значит, считаю, что я вас напоминаю, чтобы известно, они рассказывают что-то новое. Значит, жаловывается понятие билинейной формы, да, если у нас есть реакторное пространство, над полем, над полем нет. Сегодня мы будем, опять же, для профессорды считать все векторные пространства конечными ядами. Часть того, что я рассказываю, мерный для бесконечной верности, в данном случае, но это, честно говоря, и без бесконечной верности проблем будет хватать. Вот, то есть, размерность к линейной, к линейной, такая билинейная форма, это отображение, это функция переменных, то есть, отображение лекарственного квадрата в некотором пространстве, основное поле, которое линейно по каждому из двух аргументов при фиксированном втором аргументе. То есть, мне лень писать все это полностью. То есть, B от альфа V1 плюс В это В2 плюс В, это альфа V от В1 плюс В, плюс В это В2 плюс В, где В1, В2 и В это вектори, Альфа 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 А Если мы хотим заниматься квадратичными формами, мы должны рассматривать только симметрические бельменейные формы, то есть такие, у которых от переменных мест аргументов значение не меняется. Если такова и есть, то по ней можно определить квадратичную форму, которая будет функцией одной переменной со значением в том же самом поле. И определяется она как? В это попарное произведение. Все что? Попарное произведение. Попарное произведение того на что? Функция В от В и В. Да, это просто бельменейная форма В, от которой зависит примененный к двум одинаковым аргументам. В общем, пока ничего интересного нет. Вот это у нас самое главное определение. Значит, ну, я не знаю. В голове, конечно, надо сегодня держать на тот же пример. А именно, пусть у нас, пусть у нас имеется векторное пространство, это просто коммерное векторное пространство на Д с фиксированным батисом. То есть, просто F в N степени. Отождествление любого пространства. То есть, вот этим это называется выбор базиса. Да? Здесь есть стандартная базиса, здесь выбор любой другой, то они отождествляются. Вот. Пусть это уже отождествление сделано, то есть, базис выбран. И тогда, как представляет, что представляет собой произвольная бельменейная форма. Соответственно, вектор представляет собой набор из N чисел. Числа мы называем элементом основного поля, да? То есть, давайте начнем как вектор столбец. X1, Xn. Второй аргумент это Y1, Yn. То тогда как выглядит произвольная бельменейная форма? Что нужно сделать, что нужно делать? Ну, строку тогда X1, Xn умножить на столбец. Ну, значит, строку умножить на столбец. Ну, или, ну, точнее, тогда вектор, транспонированный вектор умножить на С1. А, ну, да. Нет, ну, здесь имеется в виду, что это будет конкретная формула, но какая именно? Как выглядит вот такая произвольная бельменейная форма? Ну, X1 на Y1 плюс X2 на Y2. Ну, хотите сказать, что она есть только одна? Хорошо бы было, но то есть, на сегодняшний аргумент не нужна. Ну, как раз фиаляется то, какие будут бельменейные формы, какие будут квадратичные, какие будут квадратные. Не больше, чем одна. Скажите, кто-нибудь, что это не новость? Ну, сумма A и G, X, 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 X. Значит, ну, здесь есть, как видим, такой класс. Ноги взять сумму по всем QIЖatively делиться до N и ты координата одного умножить на житую координату другого, приписать к этому совершенно произволенный из F коэффициенты – это будет ответ. Вы говорите, это точно белинейная форма, и никаких других белинейных форм на самом деле на этом пространстве нет. Почему? Потому что она белинейная, да, потому что она белинейная. Что такое этот вектор? Это сумма хитая, единая, где единая, это стандартный басок, да? Единичка на этом месте, нули на всех остальных. Это у нас сумма ужитая, если я поднимусь на н, здесь специально пишу другой индекс суммирования, ужитая, ежитая, е, это те же самые вектора, просто с другими номерами, да? Если мы посчитаем В от таких сумм, то давайте сначала зафиксируем второй аргумент, а что касается первого, воспользуемся вот этой самой линейностью, да? Тогда у нас сразу будет сумма по И, хитая на В, от еидая и сумма, ежитая и ежитая и ежитая, да? Мы теперь воспользуемся линейностью по второму аргументу, получим эту самую двойную сумму. Получим квадренную сумму по И и по житая, от единицы до n, хитая у нас уже было, и ежитая и ежитая выносится отсюда, а здесь будет стоять В от еидого ежитая, ну, в которой, в принципе, все, значит, тем самым ничего кроме вот этого, здесь В ежитая будет вот этим, да? Тем самым ничего кроме таких формул не получается, а вся такие формулы, совершенно очевидно, дают билинейную формулу, и, значит, вот это и есть полностью произвольное описание. То есть, на самом деле, билинейная формула по фиксированной базисе задается метрой матрицы. Своих значений на парах консинатных лекторов. Эээ, базисных лекторов. Вот. Это чисто внешне, то есть, испанаясь матрицей, это линейное отображение, что на самом же самом базисе, это не матрица никакого линейного отображения, но тем не менее, это... Тем не менее, тоже матрица, то есть квадратная таблица. Скажите, в каком случае такая форма симметрическая? Когда x и t равны y, это мы не говорим. Когда что еще раз и t? x и t равны y. x и y это ее аргументы. Представлять можно что угодно, свойство формы от этого никак не меняется. Форма определяется числами b и t житая. И там другим. Это и есть b и t житая. b и g равна b житая. Это матрица симметричная. Да, это матрица должна быть симметричная. Значит, симметрическая форма, это b и житая равно g и t. Ну, понятно, если мы поменяем местами два аргумента, здесь поменяется и и жит. И казалось бы, это безвредно, но помните, что у нас будут неправильные индексы у b и житого. То есть сначала идет индекс первого аргумента, а потом второго. Если кит действительно не поменяется, значит матрица симметрическая. Вот. Хорошо, значит, это вот симметрическая матрица. Это создается в симметрической форме. И тогда квадратичная форма q от x1, xn будет иметь какой вид? Надо подставить эту формулу x1, да? Что получится? Сомка b и житая, x это x. Получится однородный квадратичный номер член от переменных совершенно произвольного вида. b и и и т, x и и и и житая. Ну, здесь можно, если угодно, это переписать, учитывая, что при обмене местами x и и и жи эти два числа переставляются в поле, а это все-таки в поле нутативно. И здесь тоже ничего не меняется, все у симметрии. То есть для симметрической матрицы вот есть вот так q от x1, xn. И это можно отдельно выписать сумма и от единицы до n. Ну, может быть, более и т, и т, и т, и т в квадрате. Тут не может быть равно жи. А не квадратичный член, который не содержит квадрата, можно взять от них только половину, где-то, скажем, и меньше жи, а остальные будут им равны, поэтому здесь появится коэффициент 2. 2 сумма и меньше жи, и меньше n, ну и жи, и т, и т, и жи. То есть на самом деле, если матрица симметрическая, то, естественно, если есть диагонали, то стоит выше диагонали, то стоит ниже диагонали. Этим определим. Хорошо. Вопрос, который нам потребуется в дальнейшем довольно скоро, вот какой. Насколько сильно мы теряем информацию приходят в линейную форму к квадратичной. То есть можно ли восстановить в линейную форму по квадратичной? Ну, сразу понятно следующее, что если не предполагать симметричность, то восстановить нельзя, потому что здесь будут подобные члены, хи-тое и g-тое, у него на самом деле коэффициент будет b-жи-тое, пусть b-жи-тое. И ясно, что только вот эти суммы можно, надеяться, восстановить, если мы в пределах сохраняя эту сумму как-то изменим оба числа, мы к квадратичной форме этого никак не умеем. Надо дверьми изменится. Разделить на симметричную часть и антисимметричную часть. Ну, так и есть, так и есть. Я просто не хочу сейчас слишком от этого углубляться. Действительно, кроме симметричной формы можно ввести антисимметричный, где-то здесь появляется знак, минус. Это имеет смысл в любом поле. И тогда очень легко сообразить, что любая форма является суммой, причем однозначно определенной симметрической формы и костсимметрической формы. У симметрической формы по ней получается квадратичная форма, а если бы из костсимметрической формы попробовать с такой получить, то что получится? 0, потому что диагональных элементов там нету, они все нули. А здесь как раз будет 0. Ну, вот, то есть понятно, что в любом случае по квадратичной форме можно ввести только симметрическую часть произвольной формы или симметрическую форму, если она симметрическая, или симметрическая, но вообще непонятно, можно ли даже ее восстановить. Как восстановить, если это можно? Давайте считать форму симметрической, то есть этой проблемы нет. Разделить на 2 что? Откуда знаете коэффициенты? У вас есть квадратичная форма, то есть функция, да? Вы на каждом веку можете узнать какой-то скалер. Вот как этим пользуюсь, получить билинерную форму, казалось бы, она содержит больше информации о функциях двух переменных. А там вот одно. Можно ввести байсы, пытаться восстановить коэффициенты, но вопрос, что он остается. Мы не поставляем сумму векторов в квадратичную форму, потом считаем значение на каждом из векторов. Правильно. Значит, это сделать почти можно с помощью трюка, называемого фоляризации. Нужно именно сделать вот что. Давайте посчитаем квадратичную форму от V плюс дублю В. Я хочу восстановить V от V в В. Давайте посчитаем квадратичную форму от V плюс дублю В. Что такое квадратичная форма? Это билинейная форма, которая, эту штуку, составлена в виде обоих аргументов. Дальше пользуемся тем, что она билинейная, то есть линейная по первому и второму аргументу, и получаем форму с конфиг-членов. Четырех. Ну, четырех, но в силу симметрии трех, это нас очень спасает. Первый член будет V от V в. Последний член, давайте сразу напишем, будет V от W в В. А еще будут перекрестные члены от V в В, от W в В, которые в случае, если эта форма симметрическая, совпадают. Поэтому давайте сразу напишем два хребольшого, от V в В. Ну, первые два члена, первые два члена, это квадратичные формы, от V, и вот, и V. А третий член, мы оставляем как есть, из этого уравнения мы его и находим. А именно, а именно, давайте я вот здесь, что-то напишу. V от V в В, это 1 вторая, от такого выражения, от Q В с этим Q. Q от V в плюс в В, минус Q от V, минус Q от В. Задача, найти ошибку в этом содеи. Для этого она вообще-то обычно верна, но она верна не всегда. В каких случаях в этом, есть проблема, это вы просто не решите. если характеристика поляра на 2? Да. Я специально ни разу не оговорился, что у нас за поле. и как вскоре выяснится, геометрия квадратичных форм и вообще и квадратик очень сильно зависит от свойств поля. Это сейчас первый звоночек, потому что от поля вообще может что-то зависеть. Мы здесь делили на 2, да, но в некоторых полях это невозможно. Бывает поляра, когда 2-то будет выше. Это называется поляра характеристики 2. Кто-нибудь знает примеры? Поле, где 2 равно 2. Поле из двух элементов. За это два за это является полем. Единица и 0. Там 1 плюс 1 является 2. Кто-нибудь знает еще примеры такие? Из 4 элементов можно придумать. Из 4, а еще из каких можно? Ну, из любой степени 2. Да, из 8, из 16 и так далее. Вообще, если поле конечное, то его количество элементов всегда степень простого числа, а характеристика, характеристика, это наименьшее количество единиц, которое у нас сложилось, чтобы получить 0. Да? Равна этому самому простому числу. Поэтому, если поле из 2 в степени n элементов, такие для любого n существуют, причем ровно 1 для каждого n, они все характеристики 2. Но в этом бесконечные поля характеристики 2, например, гибридическое замыкание. Ну, да. Совсем, можно сказать, гибридическое замыкание, оно там бесконечное, не очень, ну, не очень сложно устроено, все-таки довольно. Экзотическое поле, можно куда проще, можно взять, просто поле, скажем, рациональной функции над z по 2z. Вообще, над любым полем можно построить соединительный элемент, да, построить поле рациональной функции от одной переменной, а затем поле, но характеристика от этого не меняется. 1 плюс 1, как были, но было, можно так оставить. Вот. Так что, в принципе, это не такая уж экзотика. И в геометрии над полями характеристики 2 это вполне важная вещь, все ли, кодирование, вообще, очень много вещей. Но, к сожалению, здесь мы и заниматься не будем, не есть возможности. Вот. А именно, давайте теперь предполагать, что это не так. То есть, характеристика поля, характеристика поля f не равна 2. А как характеристики у поля нет, кстати? Там никакое количество единичных, нисколько не складывая, 0 не получится. 0. Ну, это называется чистословно поля характеристики 0. Если вы знаете, правильно мы говорим, бесконечность, но это называется поля характеристики 0. Вот. Это нас устраивает в полях характеристики 0 на 2 делить 0. Вот. Ну, кстати, есть смешная ситуация. А что будет, если все-таки поля характеристики 2? Вот посмотрите на это, на это радость. Что в этом случае получается? Это членом геориции. Вот этого шлема просто не будет. Будет линейная форма. То есть, вот этого шлема не будет. Тем самым, мы ничего не узнали, трюк поляризации ничего не дает для того, чтобы понять что-то под линейную форму. Зато квадратичная форма оказалась аддитивной функцией. Да, у нее Q от суммы равна сумме от Q. А, кстати, вопрос. Что будет с фразчатичной формой, если я ее, это уже вопрос про любое поле, если я ее аргумент умножу на линд. Линд это скаляр. Линд Q. То есть, я умножу каждый из этих двух элементов на линд. Линд Q. Да, вынестится умножить линд и кваляр. И это, кстати, вот это как раз не зависит абсолютно ни от поля, ни от чего. Вопрос. Если характеристика более равна двум, верно ли, что Q является линейной функцией? То есть, аддитивной и вот здесь умножитель лямбда. Да, для линейной функции здесь должен быть умножитель лямбда, а не лямбда, кваляр. Значит, и нет. Не, не лезь лямбда. Не обязательно более точный ответ. Почему не обязательно более точный ответ, чем нет? Хотя, у правильного. Ну, тогда лямбда должна равняться лямбда в квадрат. Ну, да. Просто, если никто мне не запрещено, чтобы лямбда квадрат равнялся лямбда. Но часто ли так бывает? Только в поле звук или нет? Ну, нет. В любом поле бывает для каких чисел? 1 и 1. Да. В любом поле это квадратное уравнение имеет ровно 2 решения, 0 и 1, потому что больше 2 решений квадратное уравнение он ведь не может, а 0 и 1 всегда является решением. Поэтому, если в поле нет ничего, кроме 0 и 1, это z по 2z, то это правда. И квадратичная форма оказывается линейной функцией. Это показывает, насколько непривычный там геометр. Все квадрико оказываются гиперплоскостями. Вот. Квадрико это множество 0 и 1. Вот. А если это поле практически 2, но не z по 2z, то совсем интересно, квадрико оказывается аддитивной функцией, но не линейной. Там такой был. Вот. Ну ладно, это, к сожалению, подробности, которые мы себе не можем подробовать в этом курсе по линейной. У нас, если поле не будет 2, тогда симметрическую бельнейную форму можно установить гиперплоскостями. Это называется поляризация. Здесь хорошо видно, что она получается симметрическая. Это симметричная функция в правой части. И тем самым, что гиперплоскостями получается бельнейной симметричной. Это одно и то же. Но мы этим будем подробности. Хорошо. Хорошо. Тогда я все стираю, кроме поляризации гиперплоскостями гиперплоскостями. И я говорю следующее. давайте рассмотрим множество векторов ве, таких, что какая-то квадратичная формула ве, это какое-то подможество, которое обладает таким свойством, что если оно содержит какое-то, ну мы ничего не знаем, оно содержит вектор 0, очевидно, да, ну и в принципе можно придумать пример, когда ничего другого не содержит. Можете, кстати, придумать пример, когда квадратичная форма принимает значение 0 в единственной точке в нулевом векторе. Например, у нас поле r и форма получается это саму квадрат. Да, если поле r и форма это x1 в квадрате плюс x2 в квадрате и так далее, все b единицы и единицы, а все b ежикты с неравными и g нули. Тогда если сумма квадратов равна нулю, то все точки числа равны нулю. А вот на c такой формы не существует. Это тоже показывает, насколько диаметры может быть разной. Но, тем не менее, хотя бы 0 здесь всегда есть. Но, более того, если какой-нибудь вектор здесь есть, то для любого скалара обратно ему вектор только там лежит. Поскольку отсюда уносится множество лямб и квадрат, а потом 0 превращает в 0. из-за этого следует, что множество какого является конусом. То есть, вместе с любым вектором содержит всю прямую проведенную через этот вектор. А раз так, то можно считать его, точнее, множество лежащих на нем прямых, под множеством проективизации этого векторного пространства и тем самым определить то, что множество которое получается называется проективной квадратой. То есть, P с индексом Q, давайте я так стандартно обозначаюсь, это подможество проективизации V, которая состоит из всех прямых, проходящих через 0 V, да, конечно, точки проективизации, это прямую, да, таких, что Q от V равно нему для любого вектора, лежащего на эту прямую. Это называется проективная квадрика. Проективная квадрика квадрика соответствующей кодотичной форме Q. Понимаете? Если у нас размерность V равна 3, то есть, размерность проективизации равна чему? У нас был отдельный размер сопоективного пространства, которое на единицу меньше, чем размер сопоективизированного пространства, да, то есть, она равна 2, то тогда вместо квадрика принято говорить кубика. это происходит от конических сечений, очень старая традиция, и алгебраические геометры раздражаются, если квадрик в размер с 2 назвать кубик, не назвать кубик. В принципе, разницы нет, чисто цельный равен. квадрик и квадрик. Теперь я обращаю ваше внимание, что на множестве, дайте я просто отродю пример, я думаю, все это понимают, значит, что на множестве квадратичных форм действует группа обратимых линейных операторов. А именно, смотрите, пусть А это обратимый линейный оператор, то есть А это линейное ображение из нее В, такое, что существует обратно. Что значит действовать? Поднимите руки, кто уже либо раньше сталкивался, либо листок соответствующий решал, значит, группа действует на области. Каждому элементу группы надо сопоставить преобразование из множества в себя. Причем так, чтобы произведение элементов группы, это из-за композиции операторов, сопоставлялась композиция преобразования. Ну, соответственно, единичному, единичному, обратно, и обратно. здесь это довольно легко. Что такое A, не знаю, как это назвать, когда пишут A со звездочкой, A со звездочкой Q от V, если Q это тратичная форма, это просто, давайте я набилинирую, это просто Q от A B и все. То есть здесь сегнатный аргумент. Я вот нуждаю, чтобы получилась опять квадратичная форма. А именно какая? Если это происходит из билинейной формы B, то из какой билинейной формы происходит вот эта? То есть иными словами, как действует группа и на билинейной форме топа? А со звездочкой на билинейную форму от A и на билинейной это должна быть опять билинейная форма. Надо подействовать на каждый аргумент. B A B A A B A A B Ясно, что линейность ни по первому ни по второму вектору в этом случае не складает, потому что A сам линейен, сумму переводит сумму, после чего B по этой сумме раскладывается. Вот. Здесь это понятно и более того понятно, что это действие, потому что если теперь мы на это дело подействуем с каком-то C, то это ничто иное, как B от C A B C A W В подействовали реально произведениям операторов. Так это собственно должно быть. Вот. Так что это действительно действие. Соответственно именно квадратичных формах, которые просто отличаются от этих только тем, что действуют на диагонали, где-то раз выгружают, тоже это действие. Ну, а раз есть действие, то все множество квадратичных форм распадается на орбиты этого действия. То есть, иными словами, две квадратичные формы Q1 и Q2 называются эквивалентными, то есть лежат в одной орбите, если одна из них получается с другой вот таким преобразованием для какого-то А. если существует А без G от E такое, что Q1 от M это Q2 от A В. Ну, и наша первая задача будет, очень вскоре мы ее как раз решим легко, но не очень легко, хотя покажем, как ее решать, это понять, какие бывают орбиты этого действия на квадратичных формах. Ну, и сразу понятно, что раз группа линейных преобразований действует на квадратичных формах, а действует на квадратичных квадратах. Потому что если вот так сделать, то множество, где вот эта форма равна нулю, и множество где Q равно нулю, связанные с ровно этим линейным преобразованием. Если А со звездочкой Q от W равно нулю, это все равно, что Q от A W равно нулю, то есть иными словами, значит, ну, если подействовать, если взять вектор, на котором Q равно нулю, и подействовать на нее преобразование A минус 1, то получится веком, который выше, на котором А созвездочке по уровню 0, то есть действие в обратную сторону в полной 7 имеется. Точно так же можно сказать, что в этом же случае проективная квадрата Q1 считается проективной прямориантной проективной квадрата Q2, то есть одна переходит другую с помощью проективизации того же самого линейного преобразования А, но обратимая, поэтому у нее есть проективизация. Прективное преобразование берет одну форму. Вот, то есть наша задача сейчас попробовать разобраться, какие тут есть орбиты. Орбиты тут, конечно, есть. Это действие точно совершенно нетранзитивно. Ну, банальный пример, почему они вообще есть. Ну, почему здесь не одна орбита? Да, например, квадратичная форма, квадратичная форма, я забыл это сказать, но это довольно очевидно, как и билинейная, образует самая векторная простата. Сумма двух билинейных или квадратичных форм это опять билинейная квадратичная форма. И умножать ее можно на любое число. Тем самым есть, например, нулевая квадратичная форма, и ясно, что любая замена переменных, не альбом в тексте замены переменных, любое действие, это опять нулевую форму, она сама образует орбиту. Все остальные формы это какие-то другие. Вот, поэтому орбиты тут есть, и надо попытаться взорваться какие-либо. По этому поводу существует классическая теорема, которая говорит следующее, что назовем теорема один, пусть Q в квадратичной форме. Вот. Тогда существует в пространстве в такой базис E1 E M ну, я, конечно, на сцену методов. А также существуют такие числа существует также такое целое число К не превосходящее M целое положение, целое неотрицательное. А также существуют такие числа Q1 только мне не только тут не будут вариантов, что Q там понадобится B1 Bк из поля на нерамкную нулю такие, что если написать квадратичную форму от линейной комбинации второго базиса то есть грубо говоря написать ее в этом базисе как говорят в средней школе да написать Q от линейной комбинации второго базиса так можно писать любой вектор то получится очень простая речь получится Q1 на X1 в квадрате плюс и так далее плюс QN на X1 в квадрате то есть в этом базисе я, к сожалению, это стер матрица квадратичной формы будет диагональ на диагонали ставят какие-то Q1, Q2 и так далее QN а две диагонали ничего нет только простите я не правильно сказал у меня нету QN у меня есть только QK эта матрица может я специально потребовал чтобы QI не были равны нулю это означает, что на матрице первые K элементов не нулевые а дальше только нулевые при этом K может быть даже и нулевым в котором он соответствует здесь, может, любой существует K у нас есть внизу K и на сверху B а, ну, у нас, естественно есть K версии версии вот так вот, хорошо пусть будет так так да этот базис называемый ортогональным базисом данной формы не единственный в большинстве случаев но это продолжение теоремы число K от базиса не зависит сами числа B и T зависит они тоже не единственные они фиксированные базисы конечно же фиксированные а вообще для разных базисов разные но число K меняться не может K от базиса не зависит к не ну доказывается это теорема индукции по разметности доказа числа индукция по База 1 Поскольку мы написали общий вид квадратичной формы в любом классе Если пространство одномерно, то там ничего кроме константа на х квадрата быть не может Эта константа может оказаться нулем, когда форма нулевая и k равно нулю Или она может быть не нулем, тогда форма не нулевая и k равно единице Ясно, что тот факт, что нулевая форма или нет, от базиса не зависит Там не очень-то большая свобода в выборе базиса, в любом случае, нулевая форма или нет, это может понятность как по базису Вот, так что база здесь очевидна Теперь, пусть у меня имеется n И пусть шаг 0c Имеется n И пусть для всех размерностей до n0c1c я вам уже доказал Тогда давайте рассмотрим квадратичную форму Соответствующая данная, она с квадратичной формы вообще начиналась, да? Наоборот, тогда давайте рассмотрим беременную форму, которая получается из данной квадратичной формы поляризации Я забыл это сказать, потому что у меня будет предположение в своем лекции Но давайте напишем, чтобы мне было неправильно Это все правда, если характеристика поля не равна 2 Если поля равна 2, это просто неправда Опять такая теория монет Как характеристика поля Не равна 2 Там квадратичная форма может не привести к диагональному виду Форма x, y просто не привыклется Вот Нас доказывают Вот Хорошо В этом случае у нас есть поляризация, да? b от b от b от b В организме вот так Значит Ну и давайте возьмем в качестве e1 первого байском вектора Абсолютно любой вектор, для которого q не равен 0 Если такого не существует, то форма нулевая Теорема доказывала у нас К равна 0 и все коэффициенты не доказывают ничего Если нет, то имеется вектор Имеется вектор e1 Он сам не нулевой, естественно Для которого форма отличная Тогда Тогда Давайте рассмотрим пространство, которое естественно называется оптогональным дополнением e1 Относительно b линейной формы b Оно состоит Из Это называется e1 e1 Оно зависит от формы b, естественно Состоит из всех векторов Таких, что b от v e1 Равно нулю e1 вот так Ну Поскольку В Эта штука линейно Префиксирована в втором аргументе То это действительно вектор на это пространство Если сюда подставить другую линейную комбинацию векторов из этого пространства То Получится вот эта линейная комбинация нулей, то есть 0 Значит это векторное пространство И я утверждаю Что Размерность Этого вот пространства Равна 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 Сопоставляется В Вот В Где 1 Я не фиксировал Да Это линейная функция И здесь написано просто множество Где некоторая линейная функция принимает Значение 0 Это множество всегда Это множество всегда Имеет Как Вы можете иметь статусами какую размерность? Я думаю если это 0 2 Если функция тождественная 0 То это все Пространство и размерность n Если функция не тождественная 0 То это Гиперплоскость У которой размер на 1 Меньше Поднимите руку Что Вы готовы Буду это доказать Если бы сейчас понадобилось Продолжить реакцию замене Хорошо? Ну я думаю что все остальные тоже Это очень простое Но эта функция Я утверждаю не нулевая Почему? Назовем Назовем Будет LB Время Название Название Почему LB Это не нулевая функция? Ну Потому что Это LB От E1 Это B От E1 E1 То есть Q От E1 И Вы предположили Что это не 0 Эта функция не нулевая Значит Вот это вот ее ядро Или там 0 Имеет размер Н-1 И более того Что нам тоже важно Сам вектор E1 Ему не принадлежит Он не обдогонален сам себе Потому что У вас E1 не 0 Отлично Отлично Тогда мы Пользуемся тем Что для размерности n-1 У нас теорема уже доказана И строим И строим И строим Вот в этом подпространстве В базис E2 E E E E Для которого все уже верно Такое что Q От X2 E2 Плюс XN E Есть Q2 X2 Плюс Q КТ Здесь какой-то К у нас получится Независимо от базы Мы будем доказывать В 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 С В В линейная форма от x1, e1, e1 первое слагаемое это x1 в квадрате на код e1 который теперь будет называться b1 и оно не равно 0 второе слагаемое это b2x2 квадрат плюс bk х квадрат а последнее слагаемое в силу линейности это x1 можно сразу вынести ее у нас останется b от e1 и суммы векторов e2, e3 и так далее с коэффициентами но все эти вектора лежат в e1 перпендикулярные поэтому b большой от e1 и любого из этих векторов 0 поэтому вот этот вот шлем здесь на самом деле все уже написано собственно что касается просто существования базиса все доказано такой базис существует и строится даже с вполне понятной процедурой мы берем любой вектор с ненулевой длиной на самом деле у это квадрат длину вот дальше рассматриваем в ортогональное наполнение в нем строим базис тоже процедуры он так и будет строиться мы взяли любой вектор здесь потом здесь взяли опять вектор для которого q от e1, e2 не равно 0 и так далее, и так далее, и так далее и так мы продолжаем до тех пор пока у нас не получится квадратичная форма которая даже здесь равна 0 на каком-то пространстве в принципе это может быть если это произошло то нужная k уже достигнута и на ней сейчас логами будет равна 0 но это конечно не доказывает что k не зависит от базиса потому что это только один способ построения такого базиса другой способ с другой рукав вот но сейчас мы легко докажем что на самом деле какая-то канзотерранговая форма и ни от какого базиса не зависит вот смотрите давайте рассмотрим векторное пространство w которое вот в этом базисе порождено e с номерами большими k k-1 k-2 i e n e n e n оно имеет размерность n и оно отличается вот чем что если w не надлежит этому пространству а w вообще любой вектор, то билинейная форма 1 и 2 в любом порядке она симметричная, равна 0 для любого отсюда, для любого вообще любого. То есть вот эти вот вспомогательные линейные формы, если в качестве второго аргумента подставить любой вектор с 2 в, они будут нулевыми. Это называется гидроби линейной формы. Ну, банальный пример, если у вас f квадрат и билинейная форма, гидроби линейная форма от x1 и x2 равна x1 в квадрате, да? То что здесь будет соответствующая билинейная форма? То есть x3 равна x1 и y1, если вы понимаете. Могу полимизацию, если вы увидите, а вы вправду в сторону совсем в 4, да? Подставим и веков на x. Что является здесь ядром билинейной формы? И какой он размерность имеет, на самом деле? 1. Ну, в данном случае n с 1, где он равен 2, то есть 1. В общем случае это зависит от формы, а может быть даже нуля. То есть вообще ничего не имеет, кроме нуля. Так какой здесь, что здесь, как видите, вектора отжат в ядре? Такой вектор, что если его спарить с любым вообще вектором, то получится ноль. Вот формула для b. Значит, подобрать такой x1 и x2, чтобы какой у сюда не подставить, получается ноль. Такого выражения даже не слово. 0 и 1. Ноль, что угодно, да? x1 должно быть нулем. И это необходимо и достаточно. Значит, здесь ядро этой формы b, оно состоит из всех векторов вида ноль и с два. И является одномерным вектором пространства. Ну, это, кстати, всегда так. Это всегда так. Вот если мы пока временно забудем про вот это определение, просто скажем, что ядром формы называется множество таких векторов w, что они обладают этим свойством. Множество вот таких векторов, что для любого v, 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 v равно нулю. Вот такое множество называется ядром билинейной формы. Ядром билинейной формы. Это множество, очевидно, является векторным пространством, потому что если два вектора w1, w2 таким свойством обладают, то любая их линейная комбинация, естественно, таким свойством тоже обладает, потому что, вставляя вот с линейной комбинацией на второе место, получается линейная комбинация линейных форм, каждая из которых развеется ноль. Поскольку w1, w2 и свеетра. Вот, очевидно, это векторное пространство, в этом примере одноверное, а вот это зависит от форм. Если бы я написал здесь x1 квадрат плюс x2 квадрат, то здесь было бы плюс x2 и y2, и чему была бы равна форма, а ядро такой формы? Оно было бы нулевым, оно бы ничего, нулевого вектора не содержало, потому что если у вас хотя бы одно из двух чисел x1 и x2 не равно нулю, то вы легко подбираете такой y, чтобы здесь получился не ноль, а что для этого надо сделать? Ну, то есть, если я скажу, x1 не равно нулю. Надо взять y1. Надо взять y1 равно единице, для представления, да, это же произвольное поле, неизвестно, что у вас там есть, да? Берем y1 равно единице, y2 равно нулю, получается ровно x1, который, как мы условились в инженерах. Вот, ну и в другом случае это уже так, поэтому вот у такой формы, например, ядро тревиальное, нулевое. Там такие называются нервы, что-то. Вот, ну, тем не менее, ядро может быть, и если оно есть, то оно является, в другом случае оно является электром пространством. Вот. Что мы знаем? Давайте пока... Моя задача доказать, что этот W это и есть ядро. Если я это докажу, то тем самым, я докажу, что его размерность не зависит ни от чего, потому что определение, само определение ядра никакого базиса в себя не включает. Это невариантная определённая вещь. Если я докажу, что этот W является ядром, то его размерность определено однозначно, значит, n-k определено однозначно, значит, k призелено однозначно. Значит, n-к раздамит всего пространства. Вот. Давайте это докажем. Давайте время назовём W' множество таких векторов, простите, что вот так. Давайте назовём W, это назовём ядром. Ну и первое замечание, которое мы рядом уже сделали, что W это подмножество ядра. Любой такой вектор лежит в ядре. Это следует прямо из формы. Подтверждали. Вот. Надо доказать, что ничего другого в этом ядре нет. Давайте я сотру. Самые простые вещи из доказательства. Ну, давайте предположим, что какой-то вектор W лежит в ядре, но давайте положим так, что раз ведро содержит W, если они совпадают, то оно имеет большую размерность. Да? Вот пусть размерность ведра больше строгу, чем у него 100. Тогда давайте рассмотрим другое пространство, W3, дополнительное, которое прождеено как раз первыми капиталами. У него размерность H, а у ядра больше, чем N-H. Что из этого следует? Пересекаются. Что они не просто пересекаются по ненулевому вектору. Существует вектор V из W' одновременно из ядра, и этот вектор не ненулевый. По нулевому вектору любые пространства пересекаются. Это, я думаю, на столько времени, а у меня всех присутствующих выручили. Хорошо, я утверждаю, что из этого медленно получается позвонение. Вектор V лежит в подпространстве. Значит, вектор V представляется в виде X1, E1 плюс Итограда плюс XK, EK. Где, поскольку он не нулевой, хотя бы один из этих коэффициентов не нулевый. Давайте просто посмотрим, что XG не равен нулевому. Иначе он нулевым. Как привести это к представляющемуся тем, что это вектор ядра? Подставить в B. Подставить в B. Этот вектор якобы ядра, и что еще? E жито. E жито. Это всегда должен быть но, поскольку это элемент ядра. Но с другой стороны, у нас есть уже формула для квадратичной формы. Но, да, я бы написал, не написал, какая получается в случае билинейная форма, но я думаю, что каждый сможет проделать эту поляризацию. Сказать мне ответ. Если мы поставим сумму X, Ит, E, Ит и сумма Y, Ж, Ит, Ит сюда, то что у нас получится? Если формула такая. Сумма B, Ит, 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 Ит. Сумма, опять же, по одному всего лишь индексу, нет единицы на М, B, Ит, 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 Ит. Но мы, собственно, это получали даже в более общей форме. То есть матрица объединенной формы будет-таки диагонатной. С теми же самыми B1 и так далее, и Bк. Сумма будет до хап. Дальше мы ими. Вот. Ну, соответственно, если мы подставим это дело сюда, мы подставим что? На первое место мы подставим Е, Ит, да? Е, Ж, Ит, а на вторую сумму. Но я напоминаю, что B от Е, Ит и Е, Ж, да? Мы так это все строили. Равно нулю, если ими не равно Ж. Мы так строили базис. Да помните, мы брали следующий элемент базисов ортогональным дополнением к предыдущему элементу базиса. То есть, в самом деле, двух различных элементов базиса, B от них всегда 0. А B, вот где ЖТ и ЕЖТ, это B маленькая ЖТ, и это как раз не 0, потому что мы так специально первые к элементам, сами не нулевыми. Значит, если подставить сюда, то получится сколько? Получится X ЖТ, B ЖТ. получается 0, при том, что первый множительный 0 и второй множительный 0 в полях так не бывает. Там нет и векли 0. Ну вот, по сравнению. Окей. Значит, тем самым мы доказали, что W это все элементы. и тем самым размерность Z минус K не зависит ни от чего, и тем самым разные формы K тоже ни от чего не зависят. Для разных базисов, для разных автогональных базисов число K будет одинаково. Это не зависит ни от поля, только характеристика должна быть не 2, ни от формы, ни от чего. А вот сами константы B и 3 очень даже зависят от базиса. Их можно очень легко изменить, например, как? Если взять какой-нибудь E1 и умножить на константу, это не нулевую константу, это, естественно, не штука не перестанет припаяться, но, более того, форма по-прежнему будет иметь такой же вид, только что сделается с коэффициентом B и B1. Если E1 заменить на лямбда E1. Тогда коэффициент придется поделить на лямбда здесь, соответственно, будет в лямбда квадрат меньше число, а здесь нужно будет умножить на лямбда квадрат это не поделить, а именно умножить на лямбда квадрат соответствующий диагональный элемент умножится на квадрат и вот тут-то начинается выясняется, что дальнейшая классификация квадратичной формы это еще не конец классификации потому что при одном и том же камонке сейчас совершенно разные B очень сильно зависит от того как в данном поле от того как в данном поле устроена операция возведения квадрат и настолько сильно что я думаю что задача дать разумную классификацию для произвольного поля просто бессмысленно это для каждого поля надо делать по-своему в двух случаях мы сейчас это довольно быстро сделаем это для поля комплексных чисел и для поля действительных чисел а вот для остальных полей это может быть сложная задача потому что например для поля рациональных чисел я пытался смотреть как это делается значит эта задача была решена решена лет 15 назад ответ там не то чтобы очень головоломный довольно сложный теоретик числовой ответ там уже без символов и жанра считать и отставить от чего и это все будто ныря задача классификации этой датистичной формы даже таким хорошо изученным полем как Q довольно сложная а в игрульном поле видимо от каждого поля надо решать по слову вот поэтому в дальнейшем мы почти всегда будем работать либо с с c либо с n под которым хотя бы эту задачу решить будет давайте посмотрим что у нас получается для c и для n лучше всего для c теоремы 2 две квадратичные формы на c в векторном пространстве на c эквивалентные в смысле получается друг от друга замена перемен как вариант относительно действия группы обратимых линейных оперантов тогда и только тогда когда у них одинаковые ранги ранги называются P-K то есть на c действительно ничего кроме этой константы к-ни это причем очень простая теорема по-моему для того что можно доказать но действительно смотрите что фактически доказано в теореме 1 что доказано что доказано в теореме 1 доказано что у нас есть векторное пространство V и на нем какая-то квадратичная форма Q у которой равен K а размерность V равна E доказано что над любым полем фактически отличная 2 это квадратичная форма эквивалентна форме на пространстве F-N F-N то есть то же самое пространство субборгумбатис а форма при этом такая стандартная давайте назовем в всяком случае A-K от X-1 от вектор X-1 X-N а K B это B1 X-1 вклада плюс BK X-K вклада то есть если ранг K а V N то существует линейный оператор из V в это пространство а линейный оператор из V в это пространство это называется B B это провода стандартного базиса в F такое что соответственно этот оператор переводит форму Q по 2 это другой способ сформулировать а я мать но если теперь у нас форма 2 Q1 и Q2 она эквивалентно на то что она переводится действием аэкономерного оператора A1 если у нас есть другая форма другая форма с на том же самом пространстве то действием вообще другого оператора A2 она переводится в форму на пространство FN а форма будет A, K K тоже самое это очень важно B' который действует на объектах тот же самый XN диагональной такой функции но с другими да, квадрат вот здесь нет, там сообращается B1 штрих X1 в квадрате B так штрих XK в квадрате ну осталось понятное дело придумать какой-нибудь оператор из FN в FN какой-то какой-то оператор C чтобы соответствующая C со звездочкой приводила эту форму вверху здесь придумают замену базиса которая приводит одну форму в другую но на C это очень легко что нужно сделать как должен C подействовать на вектор X1 XN это линейный оператор поэтому на вторые скобки не пишу во что он должен перевести нам нужно просто изменить вот эти вот эти цеплы я предлагаю сделать диагональный оператор то есть попросту говоря сейчас мы тут берем диагональные значения и он будет C1 X1 Cm Xn ну давайте посмотрим как действует C со звездочкой надо вычислить форму АК B' от C C примененного к X1 и так далее Xn ну понятно это получается B1' C1 в квадрате и X1 в квадрате и так далее плюс BK' C КТ в квадрате и XK в квадрате C с набираем больше не К вообще в форму не участвует мы их сразу можем в предыдущении положить равную нулю я не говорю нельзя но мы их обратим на единицу вот остальные участвуют и должна получаться ровно вот эта формула корень из B' да значит C и T должен быть корень квадратный любой из двух это не важно от B и T делить на B и T делить можно потому что B и T не ноль а корень квадратный в C извлечь можно всегда и это вот самое главное зачем нам здесь понадобилось C если так сделать то соответствующая форма переходит сюда а значит обе формы и вот это и вот это эквивалентны одну и то же а значит эквивалентны друг другу чтобы чтобы устроить прямо эквивалент в эту сторону надо по этому подействовать подействовать оператором а2 потом c потом а1 и пи а2 потом c потом а1 минус тем самым форму будет эквивалентна вот очень важно что здесь можно извлечь квадратный полень то что он извлекается неоднозначно обходить никакой рассморок никто не требующий целую рангу на 1 вот тем самым получается что на Q если ранги совпадают то формы эквивалентны формы эквивалентны в обратную сторону если формы эквивалентны то ранги совпадают почему если у нас есть две формы если у нас есть две формы одна называется на одном и том же пространстве на одной и той же размерности она называется Q1 а бывает Q2 и она есть Q1 вот А в Г где А какой-то или обратимый оператор из V то почему ранги этих двух форм совпадают если они не совпадают то мы не сможем ли им оператор перевести да почему ну вне здесь очень понятно если у одной ранг 0 а в другой не 0 то одна форма 0 а другая нет это точно нельзя на самом деле никогда нельзя почему в одной там прям какао а другой меньше посмотрим на коэффициент при x в карте ну x в карте да ну у одной это 0 а у другой это нет и почему нельзя придумать такую замену деревянных которая вот одну штуку придет в такую с другим как она конечно не будет диагональной почему нельзя не диагональной заменой а бейдер убить таким образом даже не очень очевидно это другим образом очевидно мы уже реально доказали что такое рак если две формы эквивалентные то соответствующие билинейные формы тоже эквивалентные это сразу напишу это следует из формулы поляризации это p1 от ab от в 2 это следует из формулы поляризации вот а раз так то оператор а переводит ядро b1 в ядро b2 ну действительно если w лежит в ядре b1 да и у нас есть b2 а w и и некоторого v я могу написать что только извините в ядре b2 простите в обратном сковоре здесь вот так вот хотим написать да вот так хотим написать сейчас подождите теперь у нас есть b1 то надо написать так это b1 от а а в минус первой в это же обратимый оттарат да а в в то есть это b2 согласно этой формуле от а в минус первой v и w но w лежит в ядре b2 значит это но а это стоял произвольный вектор отсюда следует что а в лежит в ядре b1 ну и обратный оператор переводит обратно ядро b1 и ядро b2 значит два этих ядра переводятся друг в друга обратимым в линейном операторе а раз так они имеют одинаковую разметность а значит и n ну и у скал их одинаковая значит и n н в них одинаковая скупая на альбюторе в этом пространстве вот значит и ранги этих двух форм одинаковые это рассуждение между прочим отличает предыдущую от поля незаимисты то есть ранги если две формы линейные эквивалентные то у них ранги одинаковые а вот в обратную сторону очень должна быть замечательно тогда мы можем наконец-то заняться такой вещью как проективные квадроки давайте попробуем сконсифицировать проективные квадроки над полем С я напомню над полейсбольным полем у нас нет особо шансов, потому что даже квадрокистрировать не умеем а на С сейчас все сделаем я напомню что проективный квадроки в соответствующей квадрокистрированной форме Q называется подмором в проективизации того пространства в действии Q состоящей из таких ее элементов то есть прямых в В что для любого вектора лежащего на соответствующей прямой то есть Q от V равна нулю если например Q от V никогда не равно нулю как для формы X1 квадрата раз так далее плюс Xm квадрата на D то тогда если в этом случае V только нулевой ну в смысле вот такой только для нулевого вектора то есть такой прямой не существует значит соответствующая проективная квадрокистрированная надо ядрить вот такой В так что внутренне не гарантируется это не пустое множество тем не менее часто это не пустое множество и можно спрашивать какой класс проективной эквивалентности ну хорошо нам нужно на самом деле доказать вот что то есть теорему проективная квадрика проективные квадрики на корень Q эквивалентны в проективном смысле тогда это и тогда когда эквивалентны соответствующей генетичной форме то есть цитирую я теорему 2 тогда это и тогда когда их адрес впадает это не совсем очевидно точнее это очевидно в одну сторону в какую сторону ну это мы доказали я тягу на 2 а вот это стояло очевидно в какую сторону значит вот это означает что Q1 и от В есть Q2 и от АВ это некая квадрика в операцию А справа налево справа налево начали потому что если вот так то ровно как вот в этом рассуждении если вот это равно 0 то и вот это равно 0 если вот это равно 0 то и вот это равно 0 значит А переводит вектора на которых составляется одна форма в вектора на которых составляется другая форма А в минус первое действует в обратную сторону и значит в этом случае проективизация А переводит одну квадрику в другую значит А со звездочкой Давайте сообразим, чтобы все было правильно в такую сторону, то есть если прямая натянутая на АВ принадлежит в проективной квадрике Q1, то есть Q1 от V равна нулю, то прямая натянутая на АВ принадлежит в проективной квадрике Q2, потому что Q2 от АВ равна нулю. А со звездочкой, значит проективизация А, примененная Q1, дает Q2, ну и наоборот, QA-1 на 2, значит эти две квадрике проективной эквивалентности, здесь ничего не надо, доказывается это очевидно, что не совсем очевидно это правило, потому что ну мало ли что, у вас есть какой-то оператор, который переводит в нули, одной формы в нули другую форму. Почему он переводит одну форму в другую? Это правда, но это не совсем очевидное подтверждение, более того, мы сейчас его докажем на C, и лично я не умею легкими средствами, которые легко доступны присутствующим, доказывать его даже на D. Сейчас поймете, где там проблема, вот, может быть, кто-нибудь придумывает, доказывать на D, я знаю доказательства, но оно довольно тяжелое, используя технику, которая точно в этом курсе не появится, всякая там дифференциальная геометрия. На D, оно даже буквально неверно, там есть одна симметрия, я сейчас потом объясню, но на D его легко уточнить, так что он станет уже верным, но после этого он пристанет непосредственно. Вот, но на C, ну верно, я даже достаточно несловно. Вот смотрите, для этого надо изучить помогательную задачу, а именно взять в одном и том же проективном пространстве проективную флангу и прямую, имея в виду проективную прямую. Ну, как устроена проективная прямая, проведенная, ну давайте, поскольку все, значит, в V можно ввести базис, то ясно, что мы можем считать, что это у нас S, P, E, да? n-мерное проективное пространство, соответственно, вы имеете теперь размер с n плюс 1, но это не страшно, да? n-мерное проективное пространство над полем F. Значит, проективное пространство над полем F состоит из таких вот строчек однородных кардинат, да? x0, x1, 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 то есть одна штука, где не все x и равны нулю, и они все равны с точностью до умножения на общую неволевую множество, это мы изучали, когда изучали проективную геометрию. Ну, теперь, что такое проективная прямая? Проективная прямая должна проходить через две точки. Вот, как написать прямую, которая проходит через две точки? a0, a1, ae и b0. Давайте, чтобы у меня там b уж больно занято. c0, c1, c1. Это будет какое-то множество точек, да? Я знаю, как это написать в проективном случае. Не увеличение на координации. Ну, да. Надо вспомнить, что происходит в пространстве до проективизации, да? Точка – это нечто, натянутое на вектор А, у которого вот такие координаты уже в n плюс одномерном пространстве в, да? Тогда прямая – это точка, это нечто, натянутое на вектор С, у которого вот такие координаты, не все нулились, это не нулевой вектор. Тогда прямая – это проективизация плоскости, натянутой на А и С. То есть на все линейные комбинации А и С. Значит, прямая – это нечто, натянутое, как множество вот таких точек. ТА0 плюс СС0 и так далее ТАН плюс СЦН, где ТС независимо прибегает поле. В данном случае какое поле не было. Это прямая, проходящая через две точки. Теперь давайте попробуем посмотреть вот что. В каком случае в его общей точке имеет эта прямая с квадрикой? То есть найти пересечение n с b куб. Ну, для этого надо, естественно, взять форму q, которая действует на в n плюс одномерном пространстве v, и вычислить ее на в данном лестнице. Если получится 0, то соответствующая прямая точка лежит на квадрикой. Если нет, то нет. Ясно, что если S и T, например, оба умножить на одну другую константу, то получится даже самая точка. Здесь нет взаимной однозначности, потому что однородный координат вообще не взаимная однозначная штука. Ну, хорошо, считаем. Это у нас, как всегда, это q от суммы двух векторов tA и sC. Если бы я осмелился это написать сразу, мне даже бы координаты были не нужны. Я мог сказать сразу, что где все-то происходит в произвольном координатном пространстве v, поэтому на эти координаты можно большого внимания не обращивать. Ну, пишем. Это у нас будет t квадрат q от a плюс s квадрат q от c плюс 2ts, соответствующая билинейная форма. Опять же, мы считаем, что у нас пространство поля нехартиристики 2. от a и c. И нам нужно, чтобы это было нулю. Сколько решений может иметь такое уравнение относительно t и s? Причем надо помнить, что умножение t и s на... Вообще, парады часто бесконечно много. Потому что t и s, если мы t и s однородно, если мы t s умножим на один, то же умножим. То есть решение придет в решение. Но нас это не интересует, нас интересует только t s точно сюда общего множителя. Сколько тогда решений? Ну, нуля до двух. Ну, если угодно так. От нуля до двух или... Ну, или вся прямая лежит на квадратике. Ну, там не зависит, бесконечно или нет, зависит от того, сколько элементов в поле. Вот. Значит, бывает следующая скуча. Скуча 0. Все три коэффициента... Тогда прямая целиком лежит в квадратике. Такое вполне бывает. Это даже не означает, что квадратка нулевая, но просто прямая лежит и все. В случае 1. Ну, например, квадрами равно нулю. Если от c, то это симметрично. Тогда получается, что? Тогда мы можем разделить все на s квадрат. Да? Ну, это мы в любом случае можем. И получается такая вещь. t делить на s в квадрате по а. Плюс... Ну, здесь давайте. 2t делить на s. b на c. Плюс по c. А нулю. Значит, для t делить на s получается квадратное уравнение. У которого не более двух коэффициентов. А почему мы могли сделать на s? Потому что s равное нулю в этом случае не подходит. Если мы положим s равное нулю, то останется t квадрат на квад а. А, поскольку t равное нулю нам точно не подходит, не может брать такую линейную комбинацию. Все дни нас не устраиваются. Вот. То, соответственно, s равное нулю не будет решением. Поэтому в нем нужно будет делиться. Ну, то же самое ровно, если квад с не равное нулю. То, наоборот, надо разделить на t. Ну, и случай 2. Значит, 1 штрих это квад с не равное нулю. То же самое. Меньше двух. Меньше равно двух решений точек. И 2 это квад а и квад с не нулю, равное нулю. То есть эти две точки лежат на самом деле на квадрике. А b все-таки не нулю. Тогда какие здесь есть решения? Уравнение реально отсутствует первые два члена. И получается простое уравнение, где вот этот коэффициент не нулевый. t с. Значит, t с равно нулю. Либо t равно нулю, тогда s не важно какое, потому что нам нужен сточок давно. Да? То есть 0 и 1. Либо s равно нулю, а t не важно. Какое? То есть нулевое. То есть ровно эти самые две точки А и С и получаются. t 0, s единица дает С, а s 0, t единица дает А. Значит, это тогда пересечение состоитных сточек А и С. Но я предполагаю, что они не равны, потому что А и С это точки, на которые вы брали, чтобы вы проводили их прямую. Это помогает эти точки. Зачем надо брать там? Тем самым получается следующее. Пересечение прямой и квадрики. Это либо вся прямая. Либо вся прямая. Либо не более двух точек. Причем, если точка одна, это еще некоторое уточнение, это бывает только в случае 1, да? То есть 1, что 3. Что означает, если что точка одна? Ну да, это означает, что соответствующий квадратный уравнение – квадратный корень. Это геометрически не видно, но как только мы соответствующую прямую проводим и уравнение пишем, мы сразу это видим, потому что точка квадратного уравнения пишется, и видно, что у него квадратный корень. Англический геометр, он называет эту ситуацию прямая, касается квадрики, но геометрического смысла для произвольного поля в это вложить все-таки нельзя. Это единственный, собственно, смысл, который это можно положить. Это вполне нормально, это действительно касательное. В случае, если понятие касательное имеет смысл, это действительно касательное, пожалуйста, я сейчас это не доказываю, тем более, что в семинаре есть этот вопрос. Во всяком случае, ясно, что если корень един, если точка единственная, то это можно увидеть, анализируя соответствующие уравнения. Тогда у меня будет красный корень. Я сейчас объясню, зачем мне такие подробности. Подробности мне вот зачем. Теперь я докажу, что... Вот теперь я докажу вот эту вот стрелку, стрелку для надкомплексным полем. Да, еще одна важная вещь. Надкомплексным полем. Что здесь надо дополнительно сказать, если у вас поле С? В случае один, там всегда надо, или из-за корня, или два. Да, нуля корней быть не может. В комплексном поле любое квадратное уравнение имеет хотя бы один ку. Десятили, если он красный, два из-за корня. Это то, что мы сейчас будем помнить. Деназательство. Теперь смотрите. Пусть у нас две квадридики проективно-эквивалентные. Ку-1. А, 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 п, ку-1. Переводится в п, ку-2. Действием оператора, проективизацией, проективного оператора. Ну, тогда давайте подействуем, возьмем какую-нибудь из этих операторов А, ну, не важно, они там все пропорциональны И подействуем им прямо на форму Q То есть тогда рассмотрим формы Q2 и Q1, я со звездочкой Q1, которая от В, это Q1 от В Тогда у формы Q2 и Q1 одинаковые нули Это пока не зависит от такого поля, ну, просто мы, раз они переводятся друг к другу от линейного преобразования Давайте это преобразование сделаем и получим две формы, у которых одинаковые нули Моя задача реально заключается в том, что доказать, что эти две формы после этого пропорциональны Если это так, то теорема очень легко докажется Ну, то есть нам нужно доказать такую ленту, что если есть две квадратичных формы в любом пространстве, у которых одинаковые нули То они пропорциональны На С это легко То есть у нас есть Q2 и Q1 штрих Давайте возьмем у них линейную комбинацию Давайте осмотрим такую форму Q2 плюс T Q1 штрих Значит, множество V таких, что Q2 для равного Совпадает с множеством V таких, что Q1 штрих Тогда, если... Вот, давайте, отказаемо, у меня Q2 Тогда для любого V из этого Q Вот такая форма тоже здесь равна нули Представим, значит... Ну, хорошо... Можно это сотру... Значит, у нас в линейном пространстве V имеется какой-то такой переводом множества K На котором эти формы равны нулю И давайте возьмем какую-нибудь точку A, которая в крайне лежит Это же формы не нулевые, крайне не все, правда? Теперь мы сделаем вот что Тогда у нас есть Q2 от A Да? И Q1 от A Я утверждаю, что существует T, не равное нулю Такое, что вот это на нулю Ну, понятно, но это просто Q2 разделить на Q1 от A И взять минус Q1 от A не нулевое, поскольку A не лежит в множестве нулей Но и после деления нулевого не получится, потому что это тоже не нулевое Значит, если я назову вот эту форму Q с индексом T от A То получится, что Q с индексом T от A Равно нулю Замечательно Теперь возьмем абсолютно произвольную точку C В этом пространстве И проведем прямую через C Вот что очень важно Единственное, что важно Почему нам важно, что это C Эта прямая пересечет К Пересечет Ну, не квадрику То есть, поэктивизация чего получается квадрику Да? То есть, есть какая-то Точка T Которая лежит на пересечении прямой и квадрики Это прямая L А это квадрик И она может быть и не единственная Теперь давайте посмотрим Как выглядит ограничение квадратичной формы QT На вот эту прямую A Вот ровно то, что мы писали Вот такую же Тут одно из двух Или точек пересечения 2 Д1, D2 Тогда если мы тут напишем Д1, D2 Да? То в каком из случаев мы окажемся? Во втором случае Когда вот это и вот это нули Потому что точки лежат на квадрике Ну, точнее не знаю То ли во втором То есть, по-моему, в случае Эти точно нули Но смотрите Здесь есть еще одна точка В которой эта форма не ноль Причем это точно не вот эта и не вот эта Она не лежит на К Значит, на самом деле Это не случай 2 А это в случае ноль Да? Когда вся вот эта прямая L Лежит в множестве нулей Вот этой формы QT Значит Это тождественно равно нули Следовательно, QT От С Равно нули А С Между прочим Два произвольная точка векторного пространства Пусть я начинаю Значит, форма QT Тождественной ноль И Q2 От А Равняется минус T Ку1 от А Но А это тоже была безвольная точка Там, где эти два значения не были равны нулю Там, где они равны нулю и травятся тем более Поэтому эти две формулы Поэтому эти две формулы Q2 и Q1 В случае пропорциональны Единственное, что мы еще не разобрали Может оказаться, что точки D2 не существует Что точки пересечения здесь всего одна Здесь на самом деле касатель Я утверждаю, что тем не менее рассуждение проходит и в этом случае Почему? Тогда в каком из случаев мы находимся? Ну, Q от D по-прежнему ноль Но и кого-то D2 нет Ну, а в качестве D2 придется брать все там что угодно Ну, D2 мы можем взять, но он не может лежать на этой самой линейной квадратике В каком случае мы здесь находимся? Один или один штрих Причем в том его подслучии, когда уравнение имеет только один корень Значит, это уравнение имеет один кратный корень D2 это двукратный, ну, такой T, который совместит D2 Это двукратный корень этого уравнения Но оно имеет еще корень Точка A по-прежнему точка, где ноль Значит, все тем не менее правда Это тождественная ноль и все, по-прежнему, правда То есть две точки или одна не важно Именно из-за того, что мы в том случае одной Видим, как идет все уравнение Двукратный корень, а сколько он еще один корень имеет Двукратный корень, так и есть с ним Это только тождественная ноль Замечательно Значит, получается, что если у нас есть две квадратичные формы Нули с совпадающими нулями, то они пропорциональны Теперь если у квадратичных форм нули не совпадают И, наверное, переводятся друг в друга Линейная проективизация линейного прообразования А То, соответственно, совпадают С точкой до множителя Ку1 И, наверное, чем множитель минус Т, чтобы совпадал с тем И Ку2, простите И Ку1 От АВ То есть результат действия этого Линейного оператора А на Ку1 Но в этом случае В этом случае Ну, можно сделать так Можно внести Поскольку мы все равно Мы все равно в комплексном поле Можно внести корень квадратный Из минус Т Под знак Под знак квадратичной формы И выяснить, что Ку2 и Ку1 Просто Это эквивалентный Вот оператор, который переводит один в другую Заметим, что я очень наставил, что Т не равно нулю Здесь это сыграло Потому что оператор должен быть по противу Корень квадратный из минус Т не должен быть нулю Вот Тем самым получается, что Если два Если два Две квадрики имеют Проективный эквивалент Судес-чеквадритичная форма имеет один и тот же рамп То есть К совпадает То есть форма тоже проективная эквивалент Тоже линейная эквивалент Замечательно Замечательно То есть в случае комплексного поля Классификация квадритов над любым полем Достаточно проективная эквивалент Классификация квадритов над любым полем В любой размерности достаточно проста Там есть единственный параметр ранг Который меняется от нуля до n 0 это углевая форма n это невыраженная так называемая форма И этим все определяется При этом Если у вас есть квадратичная форма Ранга К То выбором базиса Можно привести ее Просто к стандартному виду Сумма квадратов первых К координат В частности получается Что Простейший пример Что такое формы в любом пространстве Ранга 2 Что такое К равна 2 К равна 3 Форма ранга 2 В пространстве любой размерности Проективного Это квадратичные формы Заданные таким уравнением Х0 Значит это Q От X0 Xt Довно X0 В квадрате плюс X1 В квадрате Ну в смысле В пользу линейного преобразования Можно сделать вот так Да То есть Соответствующая квадрика Это Множество Точек Ну Частоты В С Ну Эти в ФПН Для которых Нет Это все-таки ФПН Для которых X0 В квадрате Плюс X1 В квадрате Равно 0 Что это такое Да Вместо этого Можно написать X0 Минус X1 X0 Плюс X1 Да Поэтому Если Произведение Равно 0 То Либо Первое Множество Равно 0 Либо Второе Это две Гиперплоскости Поэтому Квадрика Ранга 2 Ранга 2 Это две Причем не совпадающие Гиперплоскости То есть П П П Это Объединение Двух Гиперплоскостей Здесь У нас X0 Плюс X1 Аргум А здесь X0 Минус В соответствующем В соответствующем В соответствующем Выборе Батис Еще Проще В чем Ранга 2 Давайте У нас Ранг 1 Тогда Форма Должна Просто X0 В квадрате После Длежащего Батис А Соответствующая Квадрика Это Множество Координат Которых X0 В квадрате Равно Нулю Что это такое? Это На С Ну Гиперплоскости 2 совпадающих Гиперплоскости Ну это 1 гиперплоскость Геометрически Но поскольку Здесь В уравнении Есть квадрат То сейчас Нужно 2 совпадающих Гиперплоскости Гиперплоскости Смой 1 0 Вот В уравнении Там Само Множество Ну Хорошо В случае Например Давайте Попробуем Распрофицировать Квадрики Если У нас М Равно 2 То есть Мы Ищем квадрики На СП Соответственно У нас 3 координаты X0 1 X1 X2 И Ранг может быть 1 2 Двойка или 2 Если Ранг 2 Это 2 Если Ранг 1 Это 1 Двойная Если 2 совпавших 1 Прямая 1 Прямая 2 То Это Множество Множество таких Трое Где Сумма Квадратов равна 0 Квадратов Ну Ну Надо Сказать Если Так Написать Да То Ну Как На этой квадрате Нету Точек Где все Иксы Вещественные Потому, что 0 0 0 Нас не устраивает А сумма 3-х ненулевых Вещественных чисел Волен быть не мог Но В принципе Мы можем легко Заменив координаты Поменять Знак Перед любым Ифер Перед всеми Иксами Да То есть Можно Написать Что Уравнение такое Х0 Квадрате Минус Квадрате Равно 0 Это то же самое Что Х0 Квадрате Минус Но вот В этом случае Вещественные точки Уже появляются Мы просто Поскольку Меняя знак Мы нажали Х на И То Вещественные точки Приходили не вещественные Поэтому Вещественные точки Они уже будут другие Потому, что Понятия вещественные точки Изменилась Что такое Вещественные точки На такой Квадрате То есть Наборы Вещественных чисел Х0 Х1 Х2 В квадрате У которых Х0 В квадрате Плюс Х1 В квадрате В квадрате Равно 0 обязательно, потому что если оно 0, то опять получается противоречие суммы двух ненулевых вещественных чисел, квадратных ненулевых вещественных чисел 0 то есть x2 не равно 0 значит с прямой x2 равна 0 эта квадрика, вещественная часть этой квадрики не пересекается а значит эту прямую очень правильно считать бесконечно удаленной прямой, это наш взял, такую прямую считать бесконечно удаленной и тогда возникают афинные координаты которые получаются с критивным делением на x2 получается координаты y1, это y0, простите, x0 на x2 и y1, x1 на x2 и в этих координатах наша квадрика имеет хорошо знакомое уравнение какое? сумма квадратных единиц y0 в квадрате плюс y1 в квадрате равна единица то есть вещественные точки этой квадрики образуют окружность если же мы по-другому напишем уравнение умножив x1 на i так что вещественная точка перестанут вещественными теперь мы как бы ищем точку, где вот эта x чисто мнимая то получится вот так здесь что? важно здесь в принципе x0 не равно 0 и если мы x0 не равно 0 поэтому на x0 можно разделить, но тогда получится то же самое а если мы все-таки будем считать, что бесконечно удаленной прямой является вот эта x2 равна 0 тогда на бесконечно удаленной прямой есть точки но их и так уж много сколько здесь точек, для которых x2 равно 0 вот в этой штуке здесь соответственно не будет второго члена что написано здесь? ну вот две точки то есть x0 равняется плюс минус x1 а x2 равняется 0 поскольку все точки обратно источнили до пропорциональности то точка всего 2 ну как собственно и бывает в перечении прямой гиперплоскуса прямой с квадрикой точка 1, 1, 0 и точка 1, минус 1, 0 эти все точки лежат на бесконечно удаленной прямой а все остальные точки у них x2 не равно 0 но его можно разделить перейдя к тем же самым тем же самым y0 и y1 тогда получается уравнение какое? если на x2 квадрат разделить y0 квадрат минус y1 квадрат равняется единице это множество на финной части вне бесконечно удаленной прямой вещественных точек это что? гипербола называется гипербола а вот эти точки это бесконечно удаленные точки и женщины ее съемят посчитайте а симптомы гипербола это как раз их направляющие 1, 1, 1, минус 1 поскольку много что параллельных прямых соответствуют с одноточками бесконечно удаленной прямой это утром театра вот ну хорошо хорошо то есть проективная классификация проективная классификация комплексных квадрик комплексных коник очень простая то есть с трех членов две прямых одна прямая и невыразленная коника которая ну ее как бы ее комплексную суть мы потом немножко увидим в следующий раз как она там устроена а если посмотреть только на ее вещественные точки то в зависимости от того где вы выберете бесконечно удаленную прямую может получиться может получиться окружность или другой эллипс это вопрос футербазиса или же гипербола причем не только такая любая другая может получиться также парабола но это уже задача без лестка сегодня вот как надо выбирать бесконечно удаленную прямую чтобы вещественные точки образовывали параболу а не гиперболу вот значит теперь смотрите что мы сделали сделали самую простую вещь мы сделали проективную классификацию квадрик любой размерности над комплексным полем она простая она одним числом равна для коней соответственно трехчленная классификация теперь мы можем и будем заменять поле к сожалению сильно далеко мы тут не продвинемся единственное где мы сможем хоть что-то сделать но не до конца это вещественная поле там более интересная классификация на месте это в следующий раз кроме того в принципе можно заменить саму задачу а именно разобраться с классификацией не проективных а финных квадрик дело в том что если у вас есть проективная простаса в проективной квадрике, то в проективной пространстве бесконечно удаленная гиперплоскость. Если ее выкинуть, получается некое подмножество, как называется, афинный квадрик в афинном пространстве. И это бы ничего нового не давало, если бы не изменяли группы. В афинном пространстве действует гораздо меньше группы, группа афинных преобразований, и возникает вопрос, как афинно классифицировать афинные квадрики на Сцена, Дерлина, чем получится. Там задача еще сложнее, у нее более отвертка состоит из большего количества пунктов. И это мы частично тоже сделаем. Ну, кроме того, есть всякие вещи, связанные с действием группы линейных преобразований на самой квадратичной форме. Немножко шаг назад, но теперь, наверное, на тоже важный. В частности, выясняется, что это действие далеко не точное, далеко не свободное. То есть, там есть довольно большое ядро, там есть на каждой квадрике, есть большое количество линейных преобразований, которые приводят просто себя. Они образуют подгруппу, называется ортокональная группа, она зависит от квадрики. И это тоже можно и нужно изучать, потому что это нам потребуется в следующих разделах геометрии. Вот, так что план на ближайшую неделю примерно такой, может быть, даже на дре, посмотрим ситуацию. Вот, а потом мы перейдем уже совсем конкретно геометрическим вопросом, но это будет требовать умения обращаться к квадрикам, геометрическим вопросом. Хорошо, спасибо, значит, сейчас будет мой перерыв, потом новый листок. Внимите, пожалуйста, руки, кто в прошлый раз уже получил листок про коники.